Всем привет, с вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Uncharted 4, A Thieves End остается без открытого мира. Фанаты игры The Division обвиняют Ubisoft в ухудшенной графике. Представим геймплей мультиплеера игры Hala 5 Guardians. Разработчики Batman Arkham Knight отменили коллекционное издание с Batmobile. Uncharted 4, A Thieves End остается без открытого мира. Творческий директор студии Нил Дракман сообщил, что в игре не будет открытого мира, однако он отмечает, что локации в игре теперь намного просторнее и очень сильно выросли в ширину. Он отмечает, что можно будет двигаться не только назад и вперед, но и выбирать, как пройти к той или иной точке. Исходя из этого, прохождение может заметно отличаться. А в качестве примера можно привести недавно показанный видеоролик на И-3, где главный герой спускался по горному склону, который можно будет пройти как угодно, отмечают разработчики игры. Любой момент игры можно будет переиграть как вам угодно. Такой подход к прохождениям разработчики назвали широколинейным. Полное прохождение игры Fallout 4 займет более 400 часов. Продюсер игры Джефф Гардинер сообщил, что он уже наиграл более 400 часов игры, причем так и не пройдя игру до конца. И Джеффа можно понять, ведь игру Fallout 4 очень сложно пройти по той причине, что игра постоянно обновляется все новым и новым контентом. Разработчики игры постоянно добавляют в игру что-то новое, тем самым делая ее жирнее, интересней, разнообразней и увлекательней. Стоит также отметить, что Джефф уже играл тогда, когда игру не анонсировали. И вообще о ней ничего не было слышно. А это значит, лишь одно прохождение Fallout 4 будет действительно очень масштабным. Фанаты игры The Division обвиняют Ubisoft в ухудшенной графике. Ухудшенная графика становится особенно заметна, когда сравнивают трейлер 2013 года и 2015. Но стоит отметить, что этап ухудшения графики начал происходить еще до E3 2014. В целом видно, как снизилось качество эффектов в игре, к примеру, взрывы, брызги или стрельба. Если говорить о том, что показали на E3 2015, тогда можно с полной уверенностью сказать, что разработчики еще больше урезали качество эффектов в игре и некоторые частицы. Представим геймплей мультиплеера игры Halo 5 Guardians. Новый режим для мультиплеера носит название Warzone. Разработчики хотят создать крупнемасштабные локации, которые будут 4 раза больше привычных прошлых карт в серии Halo. Кроме этого, в начале каждого боя и во время респауна игроки смогут менять свое оружие и тактику ведения боя. Нам удалось узнать, что в мультиплеере смогут принять участие одновременно 24 игрока. Причем еще часть солдат будут ботами. Кроме нового режима в мультиплеере разработчики также рассказали о том, что они собираются представить еще и цифровой сериал, созданием которого уже занимается Стивен Спилберг. На выставке разработчики решили не показывать никаких отрывков, но они сообщили, что работа над сериалом уже ведется. Разработчики Batman Arkham Knight отменили коллекционное издание с Бэтмобилем. Уже меньше недели осталось до выхода игры, а компания Warner Brothers Interactive Entertainment неожиданно решила отменить коллекционное издание своей игры, причем в которое входила полностью трансформируемая статуэтка Бэтмобиля, автором которого является Triforce. Напоминаем, что коллекционное издание игры оценивалось в более чем 10 тысяч рублей. На данный момент неизвестно, будет ли игрокам возмещена какая-нибудь адекватная компенсация или нет. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok